Сегодня уже 12 апреля, а это значит, что мы отмечаем День космонавтики вместе с вами. И ровно 60 лет назад человек впервые отправился в космос. Так вот, оказывается, Челябинск тоже неотрывно с этим связан. Потому что ведь именно у нас находится центр ракетно-космического техники ЮРГУ. И мы сейчас поговорим об этом центре. Итак, на связи с нашей студией Виктор Федоров, декан аэрокосмического факультета ЮРГУ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, аэрокосмический факультет, вот он вообще какую роль сыграл в развитии вообще космической отрасли здесь, в нашей стране? Ну, наш аэрокосмический факультет, как и многие другие аэрокосмические факультеты, более чем 10 вузов страны, определенную роль, конечно, сыграли. Ну вот, в частности, конечно же, на Южном Урале готовились специалисты для, в основном, региональных предприятий ракетно-космической отрасли. Ну, в частности, государственного ракетного центра имени Академика Макеева для предприятий двигателей строения. Это Уст-Катавский завод и, значит, НИМАШ, что в Нижней Салде. Значит, это предприятия, которые производят ракетные двигатели для космической программы страны. Расскажите, пожалуйста, а вообще какие направления, ну, более обостребованные? Какие специалисты вообще от вас выходят? Очень интересно. Ну вот, еще в советские времена, когда факультет назывался ДПА, двигатели, приборы, автоматы, значит, наши преподаватели любили говорить, что тот, кто закончил ДПА, сможет работать, ну, практически в любой отрасли промышленности. Ну, и с этим, на самом деле, тяжело не согласиться. Наши выпускники очень хорошо адаптируются в разных направлениях и науки, и производства. Ну, и, в общем-то, основной, может быть, особенностью обучения на аэрокосмическом факультете – это то, что наши выпускники обладают системным мышлением. То есть они легко подпираются в сложносплетениях, значит, технических систем, ну, и, как показывает опыт, не только технических. И далее им проще, так сказать, адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. А кого вы вообще берете к себе на обучение? Нужны ли какие-то? Ну, у вас вообще есть какой-то прям жесткий отбор, потому что такая сложная же направление? Специальность. Ну, смотрите, значит, сейчас берем с баллом ЕГЭ, достаточно высоким стараемся. Ну, а вообще существует, конечно же, конкурсный отбор, то есть тут на общих основаниях все происходит, ничего специфического. Ну, во-первых, есть уже, так сказать, представление, как готовят, чему учат. Вот, поэтому к нам идут в основном все-таки заряженные, мотивированные ребята и девчата. Вот, и основная масса справляется и движется к своей цели получения специальности ракетчика. А правильно ли я понял, что у вас есть даже свой небольшой музей, там какие-то артефакты хранятся? Ну, у нас есть, я не побоюсь этого слова сказать, огромная представительная коллекция различных образцов ракетной техники. Значит, музеем это так прямо и называется. Это называется учебный центр ракетно-космической техники, в котором сосредоточена полная, так сказать, линейка изделий, разработанных Горцеем Макеева, очень представительная коллекция двигателей и ракетных, и авиационных. Ну, вот, в частности, сейчас мы видим экспозицию двигательных установок космического назначения. Виктор Борисович, а вообще можно прийти и посмотреть простому человеку? Или это закрытая такая стулька? Только, да, для студентов. Нет, мы проводим. Ну, значит, можно, конечно, можно, но для этого необходимо выполнить ряд, так сказать, процедурных моментов. Значит, школьники приходят к нам, ну, заранее просто договариваемся, значит, чтобы не было сутолоки, не было, так сказать, беготни. Ну, и сегодня ваш день как-то будет отличаться от череды обычных? Ну, сегодня у нас повышенная нагрузка, кроме обычных регулярных занятий. У нас сегодня торжественное собрание для, так сказать, сотрудников факультета. Вот, ну, а вообще, вот, последний год отмечен у нас напряженным трудом как раз вот в части создания предпосылок для появления новой системы ракетно-космической. То есть мы сейчас упорно трудимся над созданием демонстраторов, технологий создания одноступенчатой полностью многоразовой ракеты-носителей. Значит, это идея Государственного ракетного центра. Они с проектом «Корона» уже не одно десятилетие работают. Ну, и вот у нас получилось организовать, так скажем, сотрудничество в этом направлении. И губернатор поддерживает грантом нас, нашу, так скажем, кооперацию. То есть это очень значимое событие последнего года. Вот, вот оказывается, что происходит сейчас в стенах этого знаменитого центра. Спасибо вам большое, мы поздравляем вас. Я думаю, что это профессиональный праздник ваш. И я напомню, с нами на связи был Виктор Федоров, декан аэрокосмического факультета ЮРГО. Ну, а мы напомним, что когда-то Юрий Гагарин тоже был студентом, у него был друг, а он, между прочим, уроженец нашей Челябинской области. Давайте об этой дружбе узнаем. Спасибо.